Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.33 в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов с Екатеринбургской стороны. У нас, напомню, начинается Радиомос Челепинск. Да, традиционная история по пятницам, которая нас настигает. Раз за разом мы этому жутко рады, потому что есть повод поговорить с коллегами. Сегодня с нами на проводе Илья Андреева, Афишевский. И вот мы и слышим их голоса. Ребят, привет. Привет, привет. Привет, привет. Александр Цариков и Павел Филиппов. Ребята, привет. Привет. Слушайте, скучали вы по нам или нет? Только честно. Конечно. Хорошо, хорошо. Честно сказали, видно сразу. Слушайте, успели поймать теплые последние денечки или все было потрачено на работу? Да, ну прекрасная погода. Сегодня чудесное утро. Теплое, как, не знаю, как в Таиланде. Практически. Почти, да, потому что влажная. Какие еще параллели с Таиландом сегодня будут? Как шесть утра на Вокинг-стрит. Некоторые параллели с Таиландом остаются в Таиланде. Я, конечно, запланировала вообще грандиозный фестиваль проводов лета. Не все удалось, но, как по мне, просто пойти даже пешком с работы долго погулять – это уже очень неплохой вариант. Потому что, слушайте, я немножко как маленький ребенок или как лабрадор, который там всему на свете рад. Я там, ой, листочек золотой, ой, там солнышко светит, и то птичка поет. Ух ты, ну надо же. В Череменске очень красиво сейчас. Листва золотая, вот эти широкие дорожки пешеходные. Ну, вы, ребята, помните, что самое главное – вот не поддаться на эту красоту и не валяться в кучах с листьями? Ну, там рискованно, да. Ну, и я просто до того, мне как бы до того тяжело в октябре и потом зимой, что я вот сейчас цепляюсь за это уходящее лето изо всех сил. Если не валяться сейчас, то когда? Да, Лидия? Если валяться в листьях, там можно случайно наткнуться на дворника, например, который застал там раньше тебя. Начал валяться еще раньше. Ну, нет, такого, конечно, не бывает. Конечно. В общем, мы аккуратно валяемся. Ну, опять же, что там еще может быть? Грибы, грабли. Я все время, вот, когда где-нибудь валяюсь, я как-то все время на грабли, и они мне все время в лоб. Вот, ну и клещи, конечно, тоже, они еще не дремлют, поэтому... Кстати, да, кстати, да. Хорошо, давайте к новостям перейдем, тем более, что вот вы про грибы рассказали, про ягоды долгожителей еще нет. Что случилось? Что за ягода долгожителей? Сколько она уже там обретает? Что за ягодка опять? Абсолютно чудесная история. Галина Степановна как никогда была хороша в эту ночь. Короче, да, действительно, у нас поспела ягода долгожитель, так называемая. Суть в том, это не то, что вот одна ягода там сидит, никто ее не может найти, и она там сохнет зимой, а летом снова соком наливается. Хотя было бы удобно, знаете, такой неразменный рубль. Нет, просто суть в том, что брусника, про бруснику речь идет, она... У меня кошку так зовут. Ух ты, классно. В честь застройщика. Да, в честь застройщика. Понятно. И кот Пик. В общем, прикол брусники в том, что она на одном и том же месте из года в год растет, поэтому если вы где-то приметили, что она там вот ее много, приезжайте на следующий год, на то же место еще соберете. Ну и плюс она полезная, из нее морсик вкусный, пирог с брусникой опять же хорош. Да, сегодня нам пульмонолог рассказывала, что в том числе употребление различных ягод, вот этих прекрасных насыщенных витаминов, витаминами кисленьких, в том числе и брусники, способствует укреплению иммунитета. Да, потому что у нас сейчас как-то не очень хорошо по простудам, по пневмониям. Ну и опять же, ковид с замечательным названием. Февральский тренд. Флирт циркулирует. Да, это точно. Не весь флирт одинаково полезен, да, некоторые являются коронавирусом. Ну а если уж заболели, то морсики пить, пока болеете, это вообще первое дело, потому что нужно... Жидкость насыщать организм. Конечно, да, да. В пятницу не надо об этом забывать. Морсики важны, согласен. Поспевшие объемы ягоды как-то повлияют на цену морса в кафе-ресторанах. Индекс морса пора выводить у нас уже, да? Индекс морса. Это экзотично, да, и правда. И азбуку, потому что индекс бургера с Макдональдс уже недоступен в России. Да, 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 и точка, и точка. Запрещенная в России информация. Дай нас за семью печи цепи опять же. Да, можно еще и срок, наверное, получить за разглашение. Ну вот смотрите, нет, все-таки я хочу вернуться к этой самой тематике. Кто, как говорится, празднику рад, тот заранее бронирует столики на Новый год. Вот, потому что, говорят, в некоторых ресторанах Екатеринбурга уже все телефоны оборвали, начали скупать столики. Говорят, куда я, знаете. Подожди, ну здесь действительно, так сказать, это называется раннее бронирование, да? Вот, столики для небольших компаний и целые банкетные залы для корпоративов. Ну то есть я так понимаю, что ожидания-то у людей хорошие прямо, скажем, на Новый год, да? Ну, мне кажется, значительная доля вот этой аудитории, это люди, которые раньше на Новый год куда-нибудь бы полетели, я не знаю, в Праге. Скорее всего, да. Тузоваться, например. А вот теперь этот вариант встречи-праздника недоступен, и надо как-то, ну, а праздника хочется. А праздник, да, хочется. Паштет на хлеб намазать. Да-да-да. А знаете, кстати, ребята, насчет тоже раннего глубокого бронирования тоже расскажу. С особенным наслаждением я рассказываю новости, которые показывают, что члены культурнее Екатеринбурга. Итак, у нас, ребята... У вас продается вилок больше, чем в Екатеринбурге? Ну, спасибо. Они специально под левую руку. Серебряные ложечки. У нас вилки специально под левую руку, да. Слушайте, у нас бронируют вовсю, просто с бешеной силой, билеты на щелкунчика. А у нас кончились, по-моему, уже. Три-четыре месяца осталось, у нас почти нет. А, у вас тоже, ну, понятно. В общем, почти нет билетов, так что, уважаемые слушатели, или, если собираетесь, озаботьтесь пораньше, при том, что стоит это дело дорого. Да, 10 тысяч рублей в Екатеринбурге, кстати. Ух ты. У нас подешевле, но тоже там хорошо. И, в общем, билеты разлетаются. Но, как отмечают критики, вообще, в целом, вот это такая новогодняя история, это вообще для всего мира характерно, где ставят щелкунчика. Там очень рано начинают разбирать билеты, потому что это вот действительно, это не просто балет, красивая и замечательная музыка. Это сказка. Люди хотят сказку, поэтому... Хотя, чтобы мышиный король сдох в конце. Ну, мне кажется, у нас новый тренд, да. Развалился. Или уже не новый. На много маленьких, нестрашных мышонках. В том числе и идти на щелкунчиков большой. Ну, подождите. Все-таки хотелось бы поспорить немножечко, потому что вот я понимаю, вы заговорили про культуру не просто так, а потому что Екатеринбург вошел в топ-5 культурных столиц России. Ну, в общем, да. Вошел и вошел. Веримся, веримся, веримся. Вошел и вошел. Ну, слушай, как вошел, так и выйдет. Да не выйдет. С другой стороны. А он за какие-то конкретные, вот там, типа, доказатели, достижения показателей. Конечно, конечно. Да, если во время опроса, который проводили исследователи, отвечающие, не отвечали, что сказал, сразу плюс два балла. Или там как, замеряли уровень децибел совокупных оперных певцов, у кого больше, тот культуру. Если не били в ответ на вопрос. Слушайте, насчет культурных и прочих всяких идентифий. Я прочитала, что у вас дятловцам поставили еще один памятник. Поставили, да. Ну, расскажите. Ну, поставили памятник дятловцам, да. Еще один памятник, действительно. Как он выглядит? Как он выглядит? Насколько... Вот, вы знаете, я еще не видел сам, хотя приглашали наших журналистов на открытие этого самого памятника. Но не на перевал. Да. Значит, композиция... Смотрите, вот то, что я вижу на фото, она повторяет с собой ту, которая поставлена на самом перевале Дятлова. То есть, это такая памятная доска, лыжи, рюкзак, которая выкована из металла. Вот. Ну, собственно, церемония открытия, насколько я понимаю, сегодня только должна состояться. Вот поэтому мы видели только фото именно самого перевала, вот как она выглядит. То есть, некие такие указатели, памятная... Не знаю, импровизированная памятная доска, давайте так назовем. Вот такой памятник дятловцам. Очень такая, как неантуражная, знаете... Атмосферная, да. Выглядит атмосферно. Атмосферно, да, в каком-то смысле. Ну, то есть, если ты знаешь эту историю. Рукотельно. Да. Рукотельно, да, как будто действительно... Крафт. Вы знаете, может быть хорошо, что памятник именно в таком виде, потому что у нас тут в последнее время наставили памятников, художественную ценность, которых сложно, как бы сказать, обнаружить. Про Левушку сейчас будет, да? Нет-нет-нет. Левушка, да, переехал. А то там обнаружить-то все легко. Слушайте, ну, да, Лев тоже, да, Лев тоже, да. Просто напомним, кто, может быть, не в курсе, что некоторое время назад на центральной прогулочной улице а-ля Кировка в Челябинске в Вангурге появился пластиковый лев с покрашенными яичками и гривой в золотой цвет, черного цвета сам, который разместили вот на этой прогулочной территории. Был скандал, типа, кто позволил, кто разрешил. В итоге оказалось, что явление временное. А, видимо, да, Нью-Йорк? Ну, да, поставил его... Это, по-моему, тестикулы обычного бычачьего... И просто натёрли, да. Чугунно бычачьего цвета. Ну, да, это, в общем, пластиковая штуковина раскрашенная, просто избалунчивая, насколько я понимаю. Так вот, был скандальчик по поводу того, что вы тут воткнули, непонятного качества памятника, зачем он нужен. Лев обиделся вместе с его идеологом. Переехал на Челябинский тракт, где вроде как планируется какой-то новый мини-город Симолэнд построить. Да, ну, напомню, что идеолог, собственно... То есть Симолэнд поглядывает в сторону Челябинска. Да-да-да. Ну, как бы, да. То есть эта Симолэндовская тема была. Как раз, ну, какое-то изделие или там дар городу от Симолэнда, он не будет даром городу от Симолэнда, если чего-нибудь не позолотить. Желательно всё цветом, или хотя бы только яички. Мне кажется, это потихонечку, да. Вот теперь с Вайнера на Челябинский тракт, потом с Челябинского тракта куда-нибудь... Вот, вот он переехал снова в центр. К Кослям туда уже, в районе Кослей. Потом мы смотрим, там подбирается к Белгодеревенскому. А потом однажды он появляется на нашем гербе. На Кировке, да. Вместо верблюда. На гербе. Пожирающий верблюда, например, да? Или пожирающий собственное золото. Интересно, интересно, да. Принимающий ванну собственными силами. Рекурсия какая-то. Вообще. Вот, но на самом деле он переехал не в Челябинскую область, а он остался в Свердловской, переехал в самый центр к киноконцертному театру «Космос». Мы даже проснулись, а он туточки. Да, он туточки. К «Космосу», где шла церемония одного портала. Там награждали разные заведения, танцевальные школы, рестораны, кафе и прочее. Ну, бизнесы, да. В общем, разные бизнесы. Так что он на время скатался в Екатеринбург, но, скорее всего, вновь вернется на тракт. Там ему и место. В общем, ребята, он у вас какой-то гастролер покруче Стаса Михайлова, потому что у Стаса Михайлова запрещают мероприятие. Ну, в смысле, как-то мероприятие не происходит, а у Льва походу насыщенная жизнь. В общем, про Стаса Михайлова и про туточек мы тоже поговорим. Поговорим. После блока рекламы. Не переключайтесь. 847 в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Цариков и Павел Филиппов здесь, в Екатеринбурге. А там Лидия Андреева и Санислав Артишевский. И общаемся с коллегами из Чулябинска. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я надеюсь, что они уже туточки. Да, ребята, ну, про Стаса Михайлова, у которого концерты отменяются, мы уже поговорили. Что-то как-то прямо бьется. И у нас отменяются. И у вас отменяются. И у нас. Как же нам всем повезло. Слушайте, и у шамана отменяются. Да, да. В Тагиле собирался выступить шаман. Видимо, одни и те же организаторы, эти, диверсанты. Видимо, одни и те же хорошие песни. И вывести. Да, да, да. Ну, в общем, такое, ладно. Хороших песен мы не услышим. Если концерты отменяются, значит, это кому-то надо. Ладно. Или кому-то не надо. Или кому-то не надо. За идею. За чистоту пустота. За идею, да. Ну что, про туточек скажите. Вот этот знаменитый знак у вас, который в центре, он же теперь еще в одном месте появится. Да. Он появился на берегу Шарташа. Есть у нас такой водоем в черте города и Шарташский лесопарк. Там поставили знак туточки, который никого ни к чему не призывает. Это просто знак с уточкой. И ничего не запрещает, что важно. Нет, нет. Это большая редкость. Да, да, да. Это совершенно точно. Все будут в него фоткаться. Вот. Поставила его группа местных художников. Вот. И есть, значит, установка этого знака озаботилась общественное движение клуб Друзей Шарташа. Так. А что это не заботится? У нас такой есть? Есть. Есть, да. Ну, с кем еще дружить? Ну, они иногда говорят Шарташум, да? Друзья озера. Да. Приглашают его в гости к себе. Вот. На день рождения. Опять же, съезжаются. У нас тоже есть такие любители, да. Будет ли установлен домик для уточек, мы не знаем. Ну, было бы хорошо. Может быть, Дмитрий Анатольевич привезет свой. Конечно, да. Было бы неплохо. Действительно. Это был бы царский, поистине, царский подарок. Ну, царский подгон, я бы даже сказал. Подгон. А что касается команды художников, то ребята, в общем, не первый раз экспериментируются со знаками дорожного движения, которые переосмысляются. Один из знаков, который они размещали, был знак «Здесь можно подавать деньги уличным музыкантам». Находился он на плотинке. Сейчас не знаю, чего-то. Вот вчера проходился, этого знака больше не видел. Он с правой стороны, смотрите, на городской пруд, поближе к дому Севастьянова. Команда называется ПСЛЧ. Ребята, правда, классные. Занимаются много чем. Не только рисуют, не только создают визуальные образы, но еще и стихи читают. И вот буквально-таки в эти выходные у меня будут в баре выступать как поэты. Культурная столица. Культурная столица. Супер. Ну, у нас, кстати, я безмерно... Череда таких знаков может быть. Например, там, как знаете, вот эта вот зона для курения, да, вот отдельная, да, чтобы никому... Также зона, например, для зевания, не прикрыв рот. Или там... Для поцелуев. Зона для поцелуев. Зона для потягушек, например. Ой, прекрасно. Шел, шел, о, зону нашел, да, там... Слушайте, классно. Зона для потягушек, это прекрасно. Да, для внезапного, там, не знаю, какого-нибудь... Почесания. Бега на месте, да. Слушайте, а вот, кстати, насчет стихов, я безмерно рада тому, что у нас тоже там и в барах, и где-то на улицах, и в центре по изучению атомной энергии. Ну, у нас там вообще очень много всякой поэтической движухи. Вот физики и лирики сливаются в одно. Слушайте, кстати, по поводу еще одного фактора, который, наверное, и Екатеринбург приближает к званию культурной столицы, культурного города, будет еще одна классная история. Она повторяется регулярно и в разных местах, называется она «Заброшка». Художники выбирают какое-нибудь здание, которое давным никто не пользуется. Иногда это бывшие ДК, иногда это складские помещения, вот как раз... Ну, это прямо многолетний такой тренд. Да, многолетний. Они вот в ближайшее время, 21 сентября, ребят снова в одном месте соберутся и будут экспонировать свои работы. Часть работ сделана, знаете, просто из мусора, который вот в этой заброшке находит. Часть работы... То есть выставку делают? Да, часть работ сделана из того, что дома было нарисовано, слеплено и так далее, и принесено вот в эту площадку. Последний раз они были на территории старых складских помещений железнодорожных. Очень красивое было здание, к сожалению. Потом какие-то хулиганы подожгли уже после экспозиции. С очень классным, интересным деревянным вот контуром внутренним, который хорошо видно, потому что часть крыши и стен исчезли. Да, вот так зачастую бывает. Здание приходит за пустение, потом в нем делают что-то классное, потом кто-то его сжигает, сносит и застраивает коробкой. Из коробкой, скучной и грустной. Вот, и последний раз вот в таком помещении ребята сделали классную экспозицию. Часть выставки была сделана из фрамук, старинных, каких-то брошенных, замусоренных, превращена в арт-объект. Очень красиво было. Так что, друзья, если соберете в Екатеринбург, welcome. У нас на каждом огороде такой арт-объект есть. Слушайте, а это вообще такая симпатичная история. Она обычно долго длится или это такой флэш-арт? Как повезет. Она идет одну ночь, как правило. Там еще, как правило, есть музыкальная программа. К этому все она присоединяется, к визуальному. Но длится одну ночь, но часть работы остаются там, потому что их уже вывести невозможно. Что-то нарисовано маркером на стенах, что-то нарисовано на стеклах и представляет из себя такой, знаете, псевдоцеркованный... Вот вы вылетелось слово. Витражек, да. Ну, очень здорово. Так что, если вдруг 21 сентября будете в Екатеринбурге, подскажу, куда ехать. Слушайте, классно. Он как будто нарисован мелом на стене. Город самый лучший. А можно садиться на трамвай, как раз вот, если сегодня сесть на трамвай Челябинск-Екатеринбург, то скоро будете на месте. Да, да, да. Слушайте, ну, 21-го сгонять в Екатеринбург, посмотреть на выставку, а вот уже на вторую половину недели обязательно к нам на джазовый фестиваль. Потому что фестиваль джаз на Большом Органе. Такого нет больше вообще нигде, чтобы целый фестиваль, посвященный джазу на Органе. Одна проблема, билетов мало, но еще можно урвать. Еще можно урвать. Слушайте, хорошо. Кстати, кинул вам ссылку на нашу экспозицию 21 сентября. Очень здорово. А вы нам бросайте-ка тоже, давайте, в личку. Сейчас мы друг друга будем кидаться. Но хочу проговорить еще одну вещь с вами. Я смотрю на вашу новость. Челябинский врач посоветовал завести своего психотерапевта, чтобы не впасть в депрессию. А где его заводить? Ну, дома. Это как на матбочи, вот можно вырастить. На балконе, там, в кладовке. Не забывайте кормить, главное. Меняйте. Отдать крышу на аутсорс. Мы так это называем. Крышу на аутсорс. Что за история? Ну, это такой специальный орнитолог для кукушечки, который подскажет, как правильно вашу кукушечку кормить, какие витаминки. Не, ну, на самом деле у нас просто вот иногда так вот лазишь по интернету, находишь, например, страницу какого-нибудь интересного человека, там завязывал два часа ржешь над мемами и анекдотами. И потом начинаешь всякие умные посты читать. И вот, да, действительно, есть у нас в первой городской клинической больнице такой врач, который у него страница, это вот такой сборник, можно сказать, самых разных советов. И вот с таким креном в сторону психологии. И как раз вот разговоры, один из этих разговоров шел о том, что если мы как бы пытаемся в медицине по европейскому пути развития пойти, а мы вроде как все еще пытаемся, надо учитывать, что вот в европейских странах все чаще и чаще людям ставят диагноз депрессия. Прям вот настоящий диагноз медицинский. Не просто потому, что ты сидишь, грустишь, такой, о, у меня антипреснялка, там прям вот диагноз ставят. И, соответственно, скорее всего, у нас будет примерно так же, потому что, ну, это все лучше изучается. И лучше себе как бы предварительно, периодически организовать консультации с психотерапевтом, чтобы потом не было мучительно больно. Да, клиническая депрессия – это диагноз серьезный и симптомный. Серьезный, конечно, да. То есть это если вы месяц унываете вообще. Сильно, а что нет. Да, то есть если вы там подзагрустили, что нет солнышка, ну, это может и витамины Д и так далее. Ну, в любом случае, какой-то упадок сил, да, и там ничего не охота, все надоело, и там глаза мои вообще этот мир не видели. Ну, наверное, имеет смысл поговорить с профессиональным человеком, который со стороны сможет оценить, подустали вы, да, или и правда. Или вам прям таблеточки надо. Или и правда – это что-то, что требует вмешательства специалиста, потому что, ну, в угнетенном каком-то, да, таком состоянии человек может находиться иногда и годами. Это факт, да. Не знать, не замечать. Ну, вот это, ну, кто-то рекомендует, да, вот как к стоматологу раз в полгода никто не ходит, так вот и… Ой, в смысле, надо ходить, а так никто не ходит периодически. Плачет стоматолог. Ребят, кстати, а знаете, из классного, ну, вот некоторым людям, конечно, вот завидую, таким людям, для которых переход из солнечного лета в менее солнечную, там, осень-зиму происходит как-то безболезненно и спокойно, а некоторым прям вот тяжело, они чувствуют это вот увядание природы и сами немножко с этим увядают. Мы связывались в эфире с психологом, и вот, ну, как бы, опять же, если сейчас речь не идет про какие-то прям тяжелые клинические появления, когда просто, ну, так, подгрущиваешь. Среди прочего, она рекомендовала носить яркую одежду. Поэтому, если кто-то докопается до вас, почему вы носите эти странные смешные шапки или там какой-нибудь дурацкий оранжевый пуховик, знаете, что этот человек просто ничего не понимает в самооздоровлении. То есть надо ответить, да что ты приуныл, да? Да что ты приуныл, поэтому... Да, да, да. А я зато нет. Артемий Лебедев, видимо, поэтому волосы и красть, чтобы не приунывать. Конечно же, вообще, иначе он бы, мне кажется, просто не вывез. Если бы не эти цветные волосики. Эх, хорошо. Кстати, Павел, похоже, знает про эту теорию. Сегодня он в ярко-красном свитере. Да, это так. На трансляции это можно посмотреть. А я как-то что-то в черном сегодня. Да, вот. Сейчас, сейчас посмотрю. Преуныл. А я себе, поскольку зима близко, загоди купила шапку с дурацкими оленями. Отлично. Буду бодрить сама себя. Да, говорится, лучше шапка с дурацкими оленями, чем дурацкие олени в окружении. О, золотые слова. Народная поговорка, народная поговорка. Северная. Слушайте, одной строкой буквально. У вас там человек какой-то собирался собаку отпинать, потому что испугался за свои брюки. Что произошло? Буквально 30 секунд. Брюки без оленей, да. Ну, просто человек зашел в лифт в жилом комплексе в чистых брюках, и зашли еще за ним две женщины-собачницы. И собачки очень обрадовались. Дяденьки его брюком решили его пообнимать. Ну, вот как, знаете, встают передними лапками так вот на ноги, пытаются опереться. Дяденька сделал замечание, тетеньки сказали в ответ что-то не то. В итоге все поругались и больше всего пострадали собаки, потому что у них нервный срыв. Любой, люблю такое. Спасибо огромное. Спасибо. Лидия Андреева и Станислав Артишевский сегодня в Челябинске. Да, в Екатеринбурге. Павел Зников с Арцарикой. Утренняя. Информационно-развлекательная. Немного освежающая. Настоящее. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую.